Всем привет! Всем привет! Привет, привет! Минуточку ждём. Привет! Приятно всех видеть. Привет, привет! Сегодня мы с вами будем говорить о гибкости, как физическом качестве и о стрейчинге. Поэтому готовьте ваши вопросики. Как всегда, мне очень нравится, когда вы активны. Напоминаю, что меня зовут Нина Абрамова. Сегодня мы с вами на тренере рядом. И будем разговаривать о таком физическом качестве, как гибкость, и о стрейчинге или растяжке. Итак, ещё минуточку мы подождём, пока к нам кто-то присоединится, или потом можно будет посмотреть всё это в записи на тренере рядом. Все мои лекции. Это каждый вторник. Мы с вами встречаемся в 19 часов. Ну, начинаем. Итак, стрейчинг. Что такое гибкость и что такое стрейчинг? И что такое растяжка? Стрейчинг и растяжка – это привет-привет. То же самое, одно и то же. Гибкость. Гибкость – это движение в суставе с максимальной амплитудой. Способность выполнить определённое движение в суставе с максимальной амплитудой. Это гибкость как физическое качество. Что такое стрейчинг или растяжка? Это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости. То есть это те движения, которые мы выполняем для того, чтобы развить гибкость как физическое качество. Итак, гибкость – это очень интересное качество, очень важное в жизни, необычное. И сегодня я бы хотела обратить внимание на то, что очень часто задают вопросы по поводу, можно ли развить гибкость в определённом возрасте, после 40 лет, после 50 лет. И хочу сразу с этого начать, что гибкость можно развивать в любом возрасте. Вопрос только в том, что когда мы развиваем гибкость в детстве, естественно, у нас результат, как любое качество, которое мы называем в детстве, результат достаточно быстрый, достаточно хороший, особенно если есть склонность к выполнению таких упражнений. Конечно, с возрастом всё это теряется, и всё намного медленнее. Но это не значит, что это делать не надо. Наоборот, с возрастом развитие гибкости и занятие упражнениями на гибкость приобретает очень-очень важное значение, поскольку это, прежде всего, правильная осанка, это наше движение, это способность выполнять с правильной амплитудой все движения тела. Это действительно очень важно. Что же у нас происходит в старшем возрасте? Гибкость снижается со временем при недостаточных движениях в суставе. Если мы, допустим, занимаемся каким-то видом деятельности, подразумевающим определённое выполнение действий, допустим, мы сидим и печатаем. У нас хорошо развиваются пальчики, у нас плохо всё со спиной, не хватает движения в суставе, в тазобедренном, в коленном, в голеностопе и так далее. Или наоборот, наша работа связана с тяжёлой физической нагрузкой, но мы, допустим, поднимаем что-то, работа грузчика, мы поднимаем, перетаскиваем, и здесь недостаток гибкости может привести к тому, что будет затекать шея, будут перенагружаться связки спины и так далее. Поэтому, конечно, нужно уделять внимание. Как уделять внимание и когда, я вам сегодня расскажу. Напоминаю, что я жду ваши вопросики. Итак, силовые упражнения и гибкость. Как это сочетается и что нам в этом случае делать? Когда мы начинаем заниматься силовыми упражнениями, нам очень важно одновременно, я сейчас говорю не про спорт, опять же, да, мы говорим про фитнес, мы говорим про силовые упражнения, которые просто мы вводим в свою тренировку как физическая нагрузка, как тренировки в тренажёрном зале, не подготовка к соревнованиям. Так вот, силовые упражнения, когда вы начинаете включать подготовку, здесь обязательно нужно включать упражнения на гибкость параллельно, Потому что при движении в силовых упражнениях у нас не всегда полная амплитуда, а часто специально мы ограничим движение в суставе для того, чтобы поднять тяжелый вес, у нас в суставе амплитуда уменьшена. Если мы выполняем постоянно упражнения только такого класса, только такого порядка, то постепенно снижается подвижность сустава, поскольку мы не развиваем движение сустава в той амплитуде, в которой это положено, полноценно. Поэтому в заминке, мы с вами, помните, разговаривали, у нас была лекция, которая называлась разминка, основная часть и заминка. Так вот, заминка – это как раз та часть тренировки, в которой мы используем полноценно стрейчинг и растяжку. Мы не используем ее до тренировки, мы используем после. И здесь как раз можно использовать абсолютно все виды стрейчинга, но, естественно, мы работаем над той мышцей или той группой мышц, которая получала нагрузку на наши с вами тренировки. Итак, какие виды гибкости у нас бывают? Виды гибкости три – это динамическая гибкость, это когда редко используется в фитнесе, это максимальное движение амплитуды, максимальная амплитуда, движение с максимальной амплитудой в динамике. Но если говорить про гимнастику, то это махиш, прыжки. Такое редко мы используем в фитнесе, потому что все-таки это требует особой подготовки, во-первых, и это требует очень хорошей разминки. Ну и, собственно, нет необходимости в нормальной жизни использовать динамическую, хотя иногда бывает, но если хочется, почему нет? И хочется сделать красивые фотографии, прыгнуть в шпагат. Имейте в виду только, что нужно очень хорошо разминаться при этом. Статическая гибкость или активная и пассивная, и тот и другой вид – это статическая гибкость. Активная гибкость – это способность принять и удерживать растянутые положения только силой собственных мышц. Как пример, это вы подняли высоко ногу и удерживаете ее сами, без рук, то есть силой мышц ноги. Пассивная гибкость – это когда вы выполняете движения с помощью. Либо вы помогаете собственным телом, либо вы помогаете сами физически руками, да, подтягиваете к себе ножку. Либо вы используете опору, либо помощь партнера. Ну, как пример, вы стоите у шведской стенки, пообняли ножку к себе, и тренер тянет вам эту ножку. Классическое состояние гимнастов, художественной спортивной гимнастики. Вот, это называется пассивная гибкость. Конечно, для развития гибкости очень важна именно активная гибкость. И она важна также для, собственно, для организма, для поддержания мышечного тонуса и для поддержания общего тонуса организма. И вообще это очень полезно для здоровья. Почему? Потому что мы одновременно используем упражнения на гибкость и используем силу мышц. И наш организм работает полноценно, в хорошем режиме. Ну, собственно, если мы хотим какие-то упражнения на гибкость выполнять, то активная гибкость – это как раз та помощь, которая нам в этом необходима. Почему важно развивать гибкость, а не только силу? Тут я могу сказать следующее. Но, во-первых, использование упражнений на гибкость после тренировки снижает мышечную боль, способствует лучшему восстановлению мышц после силовой тренировки. Естественно, все это приводит к тому, что рост мышц ускоряется. Другое дело, что есть силовые тренировки, тоже я об этом говорила у себя на лекциях, при которых запрещено заниматься упражнением на гибкость в полноценном понятии, как стрейчинга. Это упражнения при работе с максимальными и субмаксимальными весами. Когда мы развиваем силу, мы не работаем в фитнесе такими упражнениями очень редко. Это повторение на раз. То, о чем мы говорили в прошлый раз, это разовое повторение. Допустим, вы пожали максимальный свой вес. Штангу весом 100 кг, условно, выжили один или два раза. Все, максимум. И в этот момент, после этого упражнения или после тренировки, использовать глубокую растяжку и стрейчинг не нужно, потому что мышца и так получила очень сильную нагрузку. Стрейчинг можно использовать через день. То есть его использовать можно, но, как правило, в тренировках спортсменов есть определенная периодизация, и там стрейчинг уделяется большое внимание на начальном этапе, когда нет максимальных и субмаксимальных весов, когда вес 50-60-70% от максимального, в таком режиме совершенно спокойно можно стрейчинг использовать и после тренировки. Но в любом виде спорта стрейчинг обязателен. В разминке, когда мы используем упражнения, это не совсем стрейчинг, потому что все-таки стрейчинг – это глубокая, достаточно большая амплитуда. Если мы из положения стоя наклоняемся вперед и касаемся пальчиками пола, говорил уже об этом, это не стрейчинг, это обыкновенное функциональное упражнение. Да, оно подразумевает растяжку, но это не глубокая растягивание. Глубокая растягивание, когда вы ножки вместе наклоняетесь, допустим, сидя вперед, медленно носом в коленке, пальчиками тянемся за линию стопы, и в этом положении удерживаем, допустим, себя 5-10-15 и больше секунд. Вот это растяжка. Либо вы садитесь на шпагат и так далее. Поэтому здесь нужно понимать, что все-таки, вы знаете, в фитнесе есть много очень ограничений, которые мы стараемся использовать в тренировках с клиентами. Привет-привет. И мы иногда очень сильно перестраховываемся, на мой взгляд, потому что мы уже все делаем правильно. Мы правильно приседаем, мы правильно выверяем углы коленочки, голеностопы и так далее. Но иногда в тренировках нужно использовать все-таки функциональные упражнения, потому что в жизни у нас движение, конечно, мы стараемся выполнять правильно, но особенно, когда маленькие дети, или вы занимаетесь, не знаю, ремонтом автомобиля, вдруг сами вам надо поменять колесо, или дома переставить с места на место, что-то такое тоже бывает, или поднять сумки тяжелые. Мы должны быть готовы все-таки к каким-то жизненным ситуациям, даже, не знаю, перепрыгнуть там что-то, пробежаться ни с того ни с сего. Ну, это на самом деле свойство молодых людей, когда они в любой момент готовы что-то сделать. Когда мы становимся старше, мы немножечко себя начинаем беречь. И вот это не очень правильно, не потому что надо кидаться там на какие-то экстремальные поступки, нет, просто нужно, когда вы выполняете физическую нагрузку или на тренировке, все-таки готовить себя функциональным упражнением тоже. Что это значит? Это значит, что иногда нужно присесть 20 раз полной амплитудой попой в пятке, да, с собственным весом. Иногда нужно сделать там запрыгивание на тумбочку, иногда нужно сделать выпады там в сторону с выпрыгиванием вверх, иногда нужно сделать бёрпи и так далее. То есть упражнения, которые помогут вам почувствовать свои жизненные силы, которые помогут вам почувствовать себя молодым и здоровым. Вот это очень важно, и, естественно, когда мы говорим о стретчинге, это прям в разы увеличивает ваш шанс, такое отношение к тому, что всё-таки вы, допустим, сможете сесть на шпагат. Можно в любом возрасте сесть на шпагат, если нет каких-то серьёзных физических ограничений. Бывает такое. Всё можно, но единственное, что, конечно, чем вы старше, тем это будет дольше, это будет занимать очень много времени. И всё ещё зависит от того, каким видом спорта или каким видом физической активности вы занимались в детстве. Конечно, если вы когда-то садились на шпагат, мышечная память существует, суставы и связки помнят эти положения, конечно, вам будет легче, как в любом виде активности физической. Если вы этого не делали никогда, это будет сложнее. Зависит, будет ли это в принципе или нет, от чего, могу вам сказать. Значит, факторы, которые у нас ограничивают гибкость, то, что нам мешает или может мешать. Прежде всего, это мышечная контрактура, мышечное напряжение. Если мышцы очень сильно напряжены, если мышцы получали достаточно большую нагрузку, то им очень тяжело расслабиться. Вы знаете, что на самом деле самое сложное в спорте – это не напряжение, это не получение нагрузки, это как раз расслабление. И у многих спортсменов, и у многих людей, которые занимаются достаточно серьезной физической активностью, много, да, в большом объеме, очень большая проблема – это как раз умение расслабляться. Ну, здесь, чтобы это было, что можно здесь – горячая ванна, массаж, что любите – сауна, какая-то монотонная нагрузка и так далее. Но если вы понимаете, что у вас мышцы напряжены, и вы не можете расслабиться, нужно все-таки этим заниматься. То есть надо этому уделять внимание, потому что рано или поздно это скажется и на вашей активности, вы не сможете выполнять какие-то движения. Если это силовая нагрузка, то повышенная мышечная контрактура скажется на невозможность выполнять определенные движения, соответственно, прогресс остановится. Вы не сможете развивать ни силу, ни выносливость, если вы не восстановите мышцы. Ну и, конечно, это восстановление. То есть если мышца перенапряжена, она плохо восстанавливается, и, конечно, здесь ни о каком прогрессе речи быть не может. И в этот момент тренировки могут вам, наоборот, даже навредить. Если вы не восстановились, есть такое качество, тоже про него я уже говорила, как перетренированность. И вот здесь мышечное перенапряжение мышц тоже имеет место быть. Поэтому всегда слушайте свой организм, обращайте внимание на те сигналы, которые вам подает. Это там, допустим, мышцы сводит, или тяжело, или вы понимаете, что мышца очень плотная, да, то есть слушайте себя, и тогда все будет хорошо. Итак, факторы внутренние, которые ограничивают гибкость. Мышечное напряжение, контрактура, ограничение костных и суставных структур. Бывает необычное строение, допустим, тазобедренный сустав, да, завертый чуть внутрь, не очень я не буду вникать сильно в анатомию, но бывает такое, и это может влиять на то, что вы, допустим, не сможете сесть на шпагат. Это не значит, что гибкость нельзя развивать, все равно ее развивать надо, вы должны понимать, что это может помешать развивать ее максимально. Дальше, отсутствие эластичности соединительных тканей в мышцах и суставах. Боль. То есть, если мы в детстве занимаемся растяжкой, мы занимаемся через боль, и быстро мышцы восстанавливаются, то все-таки взрослым нужно немножечко себя поберечь, нужно понимать, что болевые ощущения, они, ну, они бывают разные. Болевые ощущения мышечные – это нормально. Болевые ощущения, когда вы понимаете, что не так, что-то не так с движением в суставе, или боль постоянная, или боль нервная, то есть здесь нужно обратить просто на это внимание, либо дополнительно размяться, либо отложить тренировку, ну, либо выяснить источник боли, и что, собственно, происходит. Отсутствие координации силы в случае активного движения. Естественно, если у вас плохо с координацией, и не хватает силы для того, чтобы, допустим, поднять ножку и удерживать ее, то нужно развить сначала силовые качества, и потом заниматься, допустим, активной растяжкой. Потому что, когда вы поднимаете ножку высоко и держите красиво, как гимнастки, у вас достаточно сильные должны быть мышцы. Это не значит, что они должны быть большие. Это именно сила мышцы внутренняя. Дальше, что может еще помешать внутренние факторы? Температура тела, естественно, и реакция рефлекса растяжения. Внешние факторы, которые могут влиять на ограничение гибкости, ограничивают гибкость. Температура окружающей среды. Конечно, растяжка – это вид деятельности, которым нельзя заниматься в холодных условиях. Когда тянутся, допустим, легкоатлеты, разминаются гимнасты, они всегда используют спортивный костюм. Если мы возьмем балет, то специальные шерстяные, тепленькие какие-то сейчас, может быть, даже шерстяные, другие какие-то технологии. На голеностопы, коленные суставы, локтевые, если мы говорим о теннисистах, каждым видом спорта, они при разминке и при использовании, допустим, растяжки там, обязательно нужно, чтобы вокруг было тепло. В холодном помещении, либо на улице тянуться не очень хорошо и не очень правильно можно получить травму. Дальше. Время суток. Конечно, утром, когда мы только просыпаемся, очень сложно сразу сесть на шпагат и не надо. Вечером все-таки мы разминаемся больше, за день выполнили много физической нагрузки, различных упражнений. Как правило, вечером легче, но не всем. Не всем. Есть, допустим, там, ну, есть разные, это все зависит от биоритма, все зависит там от каких-то фаз, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я знаю, что очень хорошо тянуться днем, с двух до четырех, но это так, это очень-очень среднее. Ну и вот утром с растяжкой очень аккуратно. Хотя, если вы будете тянуться утром, хорошо разминаясь, то прогресс в растяжке у вас будет очень хороший. Что еще? Возраст, да, сказала, детям легче, взрослым сложнее, но нужнее. Дальше пол, ну, естественно, в связи с тем, что у женщин больше гормона эластана, по-моему, так, ну и, в принципе, более мягкие суставы и связки, женщинам проще. Хотя, опять, это все условно, и, допустим, есть очень растянутые, как это сказать, мальчики, да, юноши, которые, допустим, там в балете и так далее, то есть склонность к такой вот нагрузке. На самом деле, конечно, бывает гибкость рожденная, да. Бывает, что ребенок родился и сразу вот ползает у вас и ползает в поперечном шпагате, да, вот. Обращайте на это внимание, может быть, из него вырастет гимнаст или танцор, или ребенок будет заниматься балетом, потому что, на самом деле, детки до года очень хорошо видно, к чему генетически они предрасположены, именно в физическом плане. Уровень восстановления, я уже сказала, да, на невосстановленные мышцы очень сложно давать нагрузку, поэтому за этим нужно следить. Ну и мышечное напряжение, то есть это те факторы, которые влияют на то, что гибкость ограничивается. Причины мышечных напряжений, что может быть причиной того, что у вас мышечный спазм или контрактура, которая, в свою очередь, мешает развитию гибкости. Это не обязательно физическое упражнение, это может быть стресс, стресс или беспокойство. Очень часто, особенно, вот если у нас остеохондроз, мы знаем, да, что, когда мы нервничаем, стресс у нас начинает болеть шея, именно спазм. Поэтому, конечно, восстановление должно включать в себя не только массаж, допустим, или горячую ванну, здесь прежде всего нужно выспаться, то есть нужно восстановить нервную систему. Это самое главное. Дальше. Плохая осанка или нарушение осанки, это приводит, как правило, но это связано со спиной, к неправильному перераспределению мышечного тонуса, и, собственно, конечно, тоже приводит к тому, что мышцы напрягаются неравномерно, может вызвать тоже мышечный спазм. Низкая общая активность, если, в принципе, вы мало занимаетесь спортом, мало двигаетесь, и сразу ни с того ни с сего решили заняться какой-то активностью или растяжкой, будет сложно. Все должно быть постепенно, аккуратно, с хорошей разминкой. Естественно, если вы приступаете к освоению нового вида, даже если вы занимались фитнесом, но, допустим, не занимались целенаправленной растяжкой и стретчингом, и решили заняться, выбирайте уровень для новичков. Выбирайте уровень маленький, постепенно, постепенно увеличивая нагрузку и так далее. Если вы хотите повысить уровень гибкости, там, сесть на шпагат, это не будет быстро. Не настраивайте себя на то, что вы это сделаете за две недели. Опять же, если у вас не было шпагата раньше, то здесь надо очень аккуратно. Монотонные движения. То, что я говорила, да, если работа или физическая активность связана с каким-то выполнением монотонных движений, мышцы привыкают к определенному режиму, вы начинаете их перестраивать, и, естественно, может быть мышечное напряжение распределиться другим образом, не так, как нам хочется. Пожалуйста, я жду ваши вопросики. Если есть какие-то вопросы по стретчингу, по гибкости, по развитию этого качества, когда можно какие упражнения делать, ну, не знаю, любые вопросы, которые есть, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Итак, что еще может быть причиной мышечных напряжений? Монотонные движения, сон в неудобном положении, какие-то нагрузки в течение дня асимметричные, там, сумка тяжелая на одно плечо. Да, мы знаем, надо иногда переходить на другое. Что нужно делать, чтобы мышцы у нас расслаблялись? Методы, которые способствуют мышечному расслаблению, но это прежде всего, если физический подход, это упражнение на растягивание, дыхание, массаж. Физиотерапевтический подход, это тепло, холод, даже иногда и галукалывание, то есть то, что вас расслабляет. Ну, психические методы, это восстановление центральной нервной системы, ну и самая неприятная и самая история, до которой не надо себя доводить, это лекарственные препараты, которые, соответственно, расслабляют нервную систему и тем самым снимают мышечный спазм. Еще раз обращу ваше внимание, что обязательно слушайте свой организм, и если у вас периодически бывают либо мышечные спазмы, либо боли, либо вы чувствуете, что вот зажато все, надо этим заниматься, чтобы не пришлось потом пить таблетки, и восстанавливаться очень-очень долго. Чем быстрее вы обращаете на это внимание, тем безболезненнее и спокойнее будет процесс восстановления. Иногда этот процесс запускается или состоит просто в том, что нужно принять горячую ванну и просто выспаться. Все. Ну и выпить чай с ромашкой, например, расслабляющей. То есть на начальном этапе действительно это работает. Но только выспаться нельзя заранее и нельзя выспаться впрок. В этом есть большая проблема. Но все равно такое понятие, как отоспаться за выходные, погулять на свежем воздухе, именно восстановить нервную систему, это, конечно, существует. Это нужно использовать, повторюсь, для того, чтобы потом не пришлось использовать какие-то более серьезные и кардинальные меры. Что дает нам растяжка и зачем нам это надо? Как резюме. 7 пунктов я себе выписала. Улучшает физическую активность, повышает качество выполняемых движений, улучшает психическое и физическое расслабление, мышечная релаксация, улучшает знание собственного тела, снижает мышечную боль, снижает мышечное напряжение, увеличивает эластичность соединительной ткани. Это то, почему растяжка – это хорошо. Я вам рассказала про динамическое, активное и пассивное растягивание. Есть еще пассивно-активное растягивание. Это растягивание за счет внешней силы, затем изометрически удерживаем положение за счет сокращения мышц агонистов. То есть это сочетание активное и пассивное тоже имеет место быть, как отдельный метод, его редко прям выделяют. Что такое изометрическое растягивание? Раз уж я упомянула это слово, это тип статического растягивания с использованием изометрического сокращения мышц, напряжения, тоническое напряжение, контролируемое или медленное упражнение на растягивание. И есть еще такой тип ПНФ, проприоцептивно-нервно-мышечное растягивание или повторение. Это когда вы сопротивляетесь растягиваемой мышце. После изометрического расслабления мышечная группа пассивно растянута, изометрически сокращена в растянутой позиции и расслаблена. Можно активно с помощью партнера. Партнер давит, вы удерживаете и потом продолжаете движение дальше. Но этот метод применяют очень часто в спорте, очень часто применяют при массаже, для того чтобы... очень часто применяют при восстановлении после травм. Когда нужно восстановить суставы, связки, вот все виды растягивания обязательно употребляют при спортивном, при специальном массаже, именно когда идет реабилитационный период. Так, я жду ваши вопросики. Очень хотелось бы, чтобы моя сегодняшняя лекция была полезна вам с точки зрения практики. Может быть, есть какие-то вопросы там лично, из личного опыта, да, что понятно, непонятно. Может быть, какие-то, ну не знаю, какие-то моменты, вы начинали заниматься или вы хотели сесть на шпагат, что получилось, что не получилось, пожалуйста, говорите, пишите, и я постараюсь обязательно вам помочь. Есть еще такое понятие, как избыточная гибкость. Особенно это бывает у тех, кто занимается балетом или художественной гимнастикой, когда обязательно нужно развивать также мышечную массу. Если развивается только гибкость, как физическое качество, это может привести к избыточной гибкости, и это приводит, в свою очередь, к ослаблению связочного аппарата, мышечного аппарата, и может привести даже к таким серьезным травмам, как потере стабильности сустава, да, когда вот вылетает сустав или переразгиб там и так далее. С этим нужно очень аккуратно, потому что, ну, как в любой виде, как в любом виде физической активности, главное не перестараться, и главное все-таки следить за здоровьем. Особенно у детей, поскольку у них как раз мышечная контрактура достаточно в норме, да, то есть мышцы не очень сильно зажаты, мышечная масса небольшая, и вот здесь нужно обязательно сочетание разумное именно физических упражнений, которые развивают мышечную массу, и развитие такого качества, как гибкость, чтобы не перерастянуть. Ну, в гимнастике это называется перерастяжка, вот, и, допустим, если человек очень сильно перерастянут, да, если избыточная гибкость, то становится сложно удерживать сустав, это приводит к тому, что невозможно выполнять движения, допустим, такие как прыжки, бег, какие-то акробатические упражнения, и это может привести к травме, допустим, на приземлении, то есть если вы прыгаете при приземлении, если избыточная гибкость, то это может травмировать коленный сустав, глиностопный сустав, тазобедренный сустав, ну, если вы приземляетесь на ноги. Поэтому здесь нужно очень-очень аккуратненько. Привет всем, кто у нас присоединился. Я напоминаю, что мы сегодня разговариваем о гибкости, о стреченке, и я жду ваши вопросы, собственно, по этой теме, готовы отвечать. Для того, чтобы удерживать гибкость, то есть вы, допустим, развили те качества, ну, сели на шпагат условно, да, самое обидное, что гибкость – это то качество, которое теряется моментально. То есть для того, чтобы его поддерживать, нужно его поддерживать каждый день, ну, практически, или через день. Я могу сказать вам по своему опыту, что я, ну, для меня важно садиться на шпагат, то есть очень важно. Раньше я еще, ну, сейчас как-то я меньше подтягиваюсь, раньше я должна всегда 10 раз подтягиваться и садиться на шпагат. Значит, у меня все хорошо. Вот. Привет-привет. И поэтому я могу сказать, что как только растяжкой не занимаешься, там, неделю, две, три или месяц, потом приходится начинать все сначала. И это при том, что я всю жизнь садилась на шпагат. Если вы это сделали один раз и потом сделали долгий перерыв, вам не просто придется начинать все сначала, вам придется начинать даже чуть дальше. То есть, да, из отрицательных значений. Это очень обидно всегда. Но, конечно, если вы уже садились на шпагат, пропустили, вы начинаете все заново, но путь будет быстрее. Ну, сто процентов, в два раза быстрее. То есть мышечная память, все, все связки, все помнят, все восстановится. Но все равно обидно. И поэтому всегда разочарование, когда я говорю, что, допустим, ну, я тоже веду встречи, как персональные тренировки, когда мы достигаем какого-то уровня, и я говорю, что это не значит, что вы теперь будете садиться на шпагат всегда. Ну, такое разочарование немножко. Ну, как, я столько мучилась, я такая молодец, я постаралась. На самом деле, да. Но любое физическое качество, если вы бегаете 100 метров за 10 секунд и не тренируетесь два года, вы не пробежите 100 метров за 10 секунд. Любое качество, и если вы, допустим, бегаете, да, там, 5-6 километров, если вы какое-то время не тренируетесь, вы возвращаетесь, и опять не сразу не пробегаете 5 километров, а постепенно, постепенно. То есть здесь точно так же. Любая нагрузка, любое физическое качество, любой навык, который вы освоили, и долгое время им не пользовались, и организм от него отвык, да, не делал ничего в этом направлении, конечно, все надо будет начинать сначала. И самое главное здесь терпение, потому что, если вы что-то осваиваете, это все равно все не зря. То есть это не значит, что бесполезно заниматься гибкостью, потому что все равно я сяду на шпагат и потом не сяду. Вот. Во-первых, вы уже сели на шпагат, это уже классно. Вот. Во-вторых, вот этот путь, когда вы занимаетесь развитием гибкости, все равно организму очень полезен это качество, которое нужно. И я хочу еще рассказать об ошибках. Основные ошибки, которые возникают при занятиях с трещинком, при развитии гибкости. Ну, первое, то, что я сейчас уже сказала, ожидание слишком быстрых результатов. Есть люди, которые гибкие от природы, да, повторюсь, которым достаточно просто, да, развить это качество и какие-то там выполнить элементы гибкости. Это же не обязательно шпагат, там может быть мостики, перевороты, удержание ноги, у кого что. Но большинству все-таки требуется достаточно долгое время, чтобы развить эластичность мышцы. Это нужно учитывать. Если вы решили развивать гибкость, вам надо запастись терпением. Ну, естественно, желательно все-таки не самому, а под контролем тренера, либо в группе, да, такие занятия, как групповые занятия по трещингу. И это все-таки важно, потому что все-таки, когда вас кто-то контролирует, это всегда хорошо. Ну, и, собственно, это поможет избежать травмы. Следующая ошибка – это выполнение растяжки слишком часто или слишком редко. Слишком редко я сказала, почему слишком часто, почему не рекомендуется. Мышцы должны восстановиться. Когда мы растягиваемся, у нас идет в основном нагрузка на суставы и связки. И мы их расслабляем, да, растягиваем. Естественно, суставы и связки должны восстановиться. Это не происходит быстро. Поэтому, если вы будете там два раза в день тянуться утром и вечером, в какой-то момент, когда это нужно интенсивно, там, допустим, ну, вы хотите, естественно, шпагат. Это можно делать, но всегда следите за самочувствием и за состоянием. Если связки долгое время болят, вы чувствуете, что нет сил, что настроение падает, что упражнение не приносит вам такого удовлетворения, остановитесь немножко, сделайте паузу в один-два дня. Лучше сделать паузу до того момента, когда будет перетренированность, чем потом две недели вам придется провести вообще без физической нагрузки, потому что организм нужно будет серьезно восстанавливать. Поэтому здесь слушайте свой организм обязательно, спрашивайте тренера, если вы занимаетесь в группе, общайтесь с коллегами, с теми, кто рядом с вами тренируется, если это возможно. Вот, обязательно. Ну и сейчас есть, конечно, доступная информация везде, поэтому очень внимательно относитесь именно к восстановлению. Что еще может ошибками? Нагрузка на связки и суставы, когда вместе с мышцами тянутся и другие суставы и связки, которые не должны участвовать в движении. Ну, это техника нарушения, да, нарушение техники упражнений. При работе, допустим, ну, как пример, когда мы работаем над поперечным шпагатом, мы садимся на поперечный шпагат, и если носочки завернуты внутрь, то очень большую растяжку получает коленка, коленная связка, что нам не нужно. Если посадить на поперечный шпагат, носочки нужны наверх. Ну, вот такие какие-то нюансы, чтобы не перерастянуть те суставы и связки, которые не участвуют в основном движении. Асимметричная работа. Так, сейчас я всегда садилась на продойный шпагат, а на поперечный нет. После третьего малыша, первый был три года, почувствовала, насколько деревянными стали заверные суставы. Да, бывает такое. Ну, на самом деле, вот период... Ну, это сколько прошло время? А три года до конца не смогла восстанавливаться. Ну, бывает такое, да, я согласна. На самом деле, не бросайте. Вот, не бросайте упражнения, не бросайте растяжку. Вы восстановитесь обязательно. К сожалению, да, но после родов вообще наш организм восстанавливается очень долго. И даже если нам кажется, что уже все, допустим, мы там пришли в норму по весу, да, и выглядим уже хорошо, уже у нас нету животика, то организм, внутренние органы и внутренняя система организма не восстанавливается быстро. Мы можем выглядеть хорошо уже, допустим, через три месяца, через полгода, ну, есть генетика такая, но сразу бежать в марафоны или поднимать штангу не надо, потому что стресс для организма был большой, и после беременности период восстановления должен быть очень-очень серьезный, и любая нагрузка, которую вы используете, нужно обязательно смотреть, как ваш организм на нее реагирует, потому что внутренние системы восстанавливаются по-разному. У кого-то восстанавливается быстро, допустим, гормональный фон, плохо восстанавливается именно координация, мышечная масса. У кого-то мышцы, суставы восстанавливались быстро, гормональный фон, если был сильный гормональный сбой, медленнее и так далее. Плюс вы понимаете, что когда у вас малыш, у вас постоянно идет переутомление, именно психологическое, поэтому если вы выделили там какое-то время, не надо на тренировки, на собственные, не надо стараться за этот час сделать все, и все физические упражнения, все-все программы, очень аккуратно, потому что все-таки психологическая составляющая тоже важна, и если вы, ни одна система переутомлена, то организм не воспринимает физическую нагрузку таким образом, каким нам хочется. Это особенно касается сложно-координационных движений и движений на развитие силы, то есть тех движений, которые требуют высокой концентрации. Как раз гибкость здесь качество, которое в этот период очень хорошо развивать, спокойные тренировки, без сложной координации, естественно, гибкость должна быть лучше пассивная, спокойная, изометрическое растягивание, без прыжков, без махов, без каких-то таких вот экстремальных вещей. Вот, если есть вопросы, пожалуйста, жду. Итак, мы продолжаем про ошибки. Асимметричная работа, но это тоже касается, кстати, техники выполнения упражнений, когда вы при выполнении упражнения, допустим, изначально мышечный тонус немножко нарушен, и при растяжке вы больше тянете ту сторону, которая расслаблена, и меньше ту, которая напряжена. Здесь нужно соблюдать симметрию, обязательно следить за техникой, за суставовыми связками, чтобы обе стороны, но если в дальнем случае мы говорим, допустим, про спину, растягивались одинаково, это важно. Точно так же, как при выполнении силовых упражнений, да, если у нас слабее явно какая-то рука, мы делаем количество повторений на слабую руку, и столько же потом делаем на сильную. Обязательно. То есть мы не делаем на слабую больше. Но, опять же, если это не связано с травмами, да, если это просто связано вот с какими-то перекосами, так скажем, мышечного тонуса. Есть еще вопрос, который хочу осветить. Есть вопросики ваши жду. Жду вопросики, жду лайки. Значит, есть несколько направлений, которые используют стречинг, которые используют растяжку. Это йога, это пилатес, и, собственно, стречинг. Часто стречинг выделяется отдельно, потому что все-таки йога и пилатес это достаточно сложные техники, которые просто используют очень много элементов растяжки. То есть стречинг входит составляющей частью таких тренировок и имеет свою специфику, применимо к каждому виду. В пилатесе это мышечное напряжение, в йоге это элементы расслабления. Но стречинг может существовать совершенно так же, как просто отдельное направление, как комплекс упражнений, повторюсь, комплекс упражнений на развитие гибкости. Поэтому, если вы хотите просто и стречинг это все-таки целенаправленное развитие гибкости в определенных суставах и связках и в определенных мышцах. Поэтому, как шпагат, допустим, мы растягиваем мышцы нижних конечностей, связки и так далее. Или мы не знаю, что еще такое, встаем на мостик. Тоже определенные суставы и связки мы подготавливаем и растягиваем. В стречинге мы можем заниматься отдельно каждой мышечной группой и выполнять растяжку на каждую мышечную группу. Можем использовать комплексные упражнения, в которых задействованы несколько мышечных групп. Потому что все-таки когда мы допустим занимаемся йогой у нас ну йога тоже бывает и в статике много упражнений и так далее. Но тут стречинг все-таки как подготовительная база определенная. Потому что там некоторые позы йоги они невозможны без определенной подготовки. То есть нужно подготовить организм, научить расслабляться. Ну и собственно вот при этой подготовке мы используем стречинг. вот чем он отличается. Так конечно тренировки стречинг мы определяем конкретными целями. Есть целый ряд тестов тест на гибкость которые тренер может использовать для того чтобы понять какой уровень вашей подготовленности именно какой уровень гибкости вашего организма. Ну и собственно чтобы понимать с какого уровня надо начинать какие упражнения вам можно давать. Самый простой тест на гибкость он даже используется в ГТО в нормах ГТО есть такое упражнение это ножки вместе стопа на себя он может делаться сидя или стоя ноги вместе мы наклоняемся и пальчиками тянемся к носочкам и там до носочков 5 сантиметров 10 сантиметров есть его можно выполнять сидя из положения сидя ноги вместе стопа на себя наклоняемся вперед и ручки вытягиваем вперед за линию стопы и также выполнять стоя встаем на скамеечку ножки прямые и наклоняемся вперед соответственно вниз за линию стопы уходят ладошки и вот этот уровень насколько ладошки уходят вниз определяет собственно коэффициент гибкости ну или не уходят вниз или вообще мы не достаем ладошками до носочка такое тоже бывает часто намного чаще чем ладошки все-таки уходят за линию стопы так у нас осталось немножко времени я еще могу ответить на ваши вопросики поэтому пожалуйста по сегодняшней лекции по стретчингу гибкости может быть каким-то упражнениям плюс я вам напоминаю что мы встречаемся с вами каждый вторник в 19.00 здесь на тренер рядом и с 1 по 7 июля у нас будет неделя бесплатных тренировок на тренер рядом фри где можно быть спокойно и я там буду читать лекцию про тренировки новичков любого человека можно научить садиться на шпагат теоретически любого если нет видимых противопоказаний могут быть ограничения костных структур может быть недостаток гормона может быть травмы полученные когда-то то есть если нет никаких ограничений физических серьезных то в общем да можно это будет очень долгий процесс чем старше мы тем намного сложнее развивать гибкость в детстве намного проще но с другой стороны есть дети которые не могут сесть на шпагат ну никак и на самом деле просто наверное надо поменять вид спорта то есть когда мы тестируем детей на ну какой-то принадлежность какого-то вида спорта ну там есть определенные какие-то упражнения если человек очень хорошо прыгает и плохо садится на шпагат ну значит просто он не гимнаст а может быть он будет заниматься баскетболом или легкой атлетикой какими-то прыжковыми видами то есть ну если девочка не хочет садиться на шпагат и не может не надо ее отдавать в полет мне кажется вот так и наоборот вы знаете очень часто раз уж коснулась детей очень часто родители как раз если папа или мама мечтают о каком-то виде спорта они отдают туда ребенка вот здесь очень опасная история ребенку это не всегда подходит если мы говорим про взрослых то просто при насмотря какой возраст еще по поводу шпагата надо понимать что это должен быть абсолютно комплексный подход расслабление системы включение массажа включение всех видов активной растяжки пассивная растяжка с помощью тренера и это должна быть регулярность каждый день либо через день обязательно упражнения должны быть разные обязательно сочетаться с физическими упражнениями очень хорошо надо разминаться чтобы заниматься растяжкой например дома вы должны очень-очень тщательно размять все тело все суставы и связки причем если вы садитесь на шпагат это не значит что вы не должны разминать допустим поясницу или плечевой пояс вы должны размять все тело разогреть тело обязательно и лучше всего использовать либо вы используете ну костюм достаточно такой закрытый теплый либо в помещении должно быть тепло то есть если вы понимаете что помещение прохладное то вы должны одеться не в маечке в шортиках если в помещении хорошее ну как в фитнес-клубе дома как правило у нас у всех тепло вот за этим очень следить потому что это может связки очень быстро остывают организм остывает естественно если внешняя температура очень низкая и это может привести к травме поэтому здесь очень аккуратненько если еще есть вопросики давайте я отвечу ну как правило стретчинг это вид фитнеса в котором как нигде важны правила безопасности важна последовательность выполнения упражнений нельзя просто так нагромождать разные упражнения друг на друга то есть здесь должна быть не только техника но и грамотная последовательность то есть нельзя сначала сделать махи ногами потом начать разминать суставы, да, разминка и правильная последовательность выполнения упражнений. Ну, естественно, мы от мелких суставов к более крупным выполняем разминку и точно так же мы растягиваемся. Если по поводу шпагата еще скажу пару слов. Сесть на шпагат, это как с прессом. Чтобы у вас были кубики, не надо делать 100 упражнений на пресс. Чтобы сесть на шпагат, не надо целый день или целый час сидеть на шпагате. Есть очень много вспомогательных упражнений. Махи, приседания, движения различных суставов, там, ну, много-много-много. Наклоны, наклоны активные, наклоны пассивные. Удержание ног. Даже если эта нога у вас не здесь, а 90 градусов, все равно удержание ноги в таком положении очень хорошо развивает гибкость. Ну, если это положение для вас максимальное. С партнером и так далее. Много подготовительных. Даже есть специальные тренажеры, которые, знаете, садишься так ноги врозь. Крутишь колесико, а ноги закреплены. У меня даже есть в Инстаграм картинка, где я сижу на этом тренажере. Наверное, далеко-далеко уже давно это было, года два назад, но оно точно там есть. Вот. Крутите колесико, и вот так вот ноги сами разъезжаются. То есть, крутите-крутите, пока вот все не могу. На поперечный шпагат. Останавливайтесь. Выдохнули, расслабились. Опять вдох, и на выдохе опять крутите колесико, опять раз, 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 чуть дальше. Ну, шикарная история. Можно, конечно, это делать самому, просто сидя на шпагате, да, и давить на себя вниз. Но, когда это все-таки механическая конструкция, оно как-то так поинтереснее. Есть вибротренажер, когда у вас бедро лежит. Ну, в гимнастике два бедра используют. Либо одно бедро, переднее лежит. Задняя бедра, передняя нога под заднее бедро такая платформочка кладется, не помню, как это уже называется. Она вибрирует. Вот. И вот в этом состоянии легче расслаблять суставы и связки, расслаблять мышцы, и, соответственно, продвижение получается больше к шпагату, да, но здесь тоже есть свои ограничения, потому что взрослым людям не всегда это можно, поскольку это приводит к сильной нагрузке на сустав и на связки, то есть не всегда можно использовать. Так, еще какие-то есть вопросики, нам уже через 5 минут надо заканчивать. Напомню, что до 1 июля вы можете оплатить следующий месяц, это будет всего 400 рублей, и в июле это будет уже 500, что тоже, в общем-то, немного. Вот. Не пропустите это время, чтобы вы могли с нами оставаться до августа, до 1 августа, извините, все перепутали. До 1 августа. И в августе мы будем с вами также встречаться, также по вторникам в 19 часов, также можно будет посмотреть мои лекции в записи, и мне бы еще хотелось, если вы хотите какую-то информацию получить, напишите обязательно, и возможно какие-то темы, которые вас интересуют, могу осветить я, подготовить для вас материал, либо кто-то из наших экспертов, чтобы вам получить от нас максимальную пользу, максимальное количество информации. Какие темы интересны теоретически? Напишите, пожалуйста, можно написать на тренер рядом, можно написать на тренер рядом фри, можно написать мне в инстаграм, что вот хотелось бы так, хотелось бы так, я обязательно передам, и мы постараемся, чтобы у нас в нашем теоретическом курсе была та информация, которая вам максимально интересна. Я благодарю вас сегодня за то, что вы были со мной, нас было не очень много, но надеюсь, что все было продуктивно, и что те, кто не смогли присоединиться к нам в прямом эфире, потом посмотрят обязательно лекцию. Спасибо, я очень рада, спасибо вам, что вы были со мной. Так, кто у нас еще есть? Можно помахать ручкой, я сейчас сделаю фотографию. Так, ура, ура, ура. Я очень рада, что моя лекция была полезной, что она вам понравилась, я старалась, старалась все-таки освещать эту тему с точки зрения фитнеса, не с точки зрения анатомии, физиологии, потому что хочется, чтобы материал был доступный, да, и чтобы мы с вами разговаривали на одном языке, надеюсь, это получилось. Так, ну, если вопросиков нет, напомню, мы сегодня разговаривали про гибкость, гибкость это физическое качество, это движение в составе с максимальной амплитудой, и также мы разговаривали про стретчинг, это комплекс упражнений, направленных на развитие гибкости, я думаю, что к этой теме мы еще вернемся, потому что есть очень много вопросов про упражнения, про, ну, таких, про которые можно рассказать более подробно, но опять же, пишите, если вы напишите, мы обязательно еще раз встретимся и поговорим про гибкость. До свидания, всех люблю, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok